Слиток, и вы просто его потеряете. Для этого нужно взять мягкую воду, дождевую, снеговую, талую, какую угодно, но мягкую воду. И если перетопите в мягкой воде, у вас выход воска увеличится до 10% в плюс. Сразу. Ну, с пасеки где 100 кг плюс 10 кг приятно, правда? Вот. И процедура совершенно несложная. Поставить под ревнем кубочку, чтобы добрать воды, не вопрос. Промывка. Значит, в жесткой воде разваливаются значительно хуже. Это проверенный факт, потому что жесткая вода, она связывает еще и на химическом уровне те остатки, которые в сотах были. То есть перговые остатки, экскременты личинок и так далее. То есть это тоже влияет на выход воска. Значит, для того, чтобы... Вода в воске это не оно. Значит, температура переработки воскового сырья не должна быть выше 90-95 градусов. То есть вода кипеть не должна. То есть когда вода кипит, она увлекает за собой воск, и вы тоже теряете. Он как бы связывается по-другому. Если вода будет мягкая, это не факт, что получится хороший выход. Потому что остатки меда, остатки перги, остатки пыльцы и все остальное тоже уменьшают и ухудшают качество воды. То есть нужно просто соты замочить в воде и оставить на какое-то время. То есть бросьте их в бочку с водой, пусть они там поплавают, отмокнут. Слить эту воду там несколько раз. Если есть желание и возможность, то в идеале эти соты нужно промыть от этого дела. И вы получите совершенно другой результат. По выходу воска, по качеству воска. Вам будет самим приятно это вещество потом взять в руки. Воскотопки, которые используются. У нас есть солнечные, паровые, пресса, тепловые. Тепловая есть, тепловая мне не подошла. Она дает пережженный воск низкого качества. Он получается твердый, но очень темный и для работы не годится. Паровые воскотопки дают хороший выход, но в зависимости от того, какой конструкции и как она устроена. То есть они разные и паровая воскотопка дает хороший, но восковитость мервы все равно остается порядка 45-50%. Половина воска уходит. У меня есть воскопресс, который я купил у Кулакова в Житомире. Он долгоиграющий. То есть там стоит ТЭН, он автоматически поддерживает температуру. И восковое сырье нужно загрузить в мешок. Оно погружается в воду и фактически вымывается за счет температуры и поднимается наверх. Можно краном, можно вычеркивать. То есть хорошо получается. Принцип этого пресса не придавить, а вымыть. То есть вы должны нажать и отпустить. Чтобы оно как губка. Туда-сюда водой. После воскопресса делать нечего. То есть мерва уже такая, что можно либо в печку, либо на огород. И там уже добывать нечего. То есть оно вымывается полностью. То есть все, что можно достать, все достается. Солнечная воскотопка используется только для перетопки языков, обрезок. Ну вот в такой мелкой выбраковке из чистого воска. То есть никаких рамок я на ней не плавлю, потому что результат получается неочень. И выход слабый, и мерва получается 65% дней восковитости. То есть вы просто, если займётесь этим делом грамотно, то у вас выход по воску будет совершенно другой. А водка это продукт, который продаётся запросто. То есть вы только скажите, что у вас 100 килограмм воска есть, или 20-50. У вас его выкупят завтра, сегодня приедут. Цена воска разная. То есть очень сложно там сказать. То есть от 100 до 130 гривен, то что я знаю, сейчас по украине цена по воску. В зависимости от качества, количества и так далее. Очень хорошо работает воскотовка, которая в воде, но без пресса. То есть можно просто в большую ёмкость закинуть мешок, сверху придавить кирпичом, и чтобы оно там тихонечко грелось, будет воск всплывать. Можно оставить блин застыл, вы потом блинчик разбили, вытащили, ещё раз включили на нагрев, понажимать, но это требует к работе. Так, чтобы нажал кнопку и получил воск на выходе, такого не было. Но, если использовать мягкую воду, хорошую посуду, то есть как бы нержавейка, алюминий, дерево, это идеальные материалы для переработки воскового сырья. Он получается чистый, он получается естественного цвета, не окисляется, и результат получается хороший. И постараться избежать эмульсии, потому что вы теряете. Вот вторая, второго рода эмульсия, то, что я говорил, это жёсткая вода. То есть когда вы берёте слиток, а снизу, как крупа такая серая, налёт, вот это эмульсия. То есть она просто, то, что вы видите, ещё прибавьте 10%, это то, что вы вылете вместе с водой. То есть оно просто не среагирует. Эти вещи, эти вещи смешиваются с воском и растворяются практически в нём. От процента будут разные вещи. Первое, излом. То есть его нужно просто разбить. То есть воск, который натуральный, чистый, пасечный, он на морозе вообще хрупкий, он разваливается сам. Значит, 4-5 кусков. Вы поняли, собственно, он рассыпался. Воск, где прибавлен минеральный смеситель, смеси всякие, он становится более пластичный. Может быть вмятина, но он не распадается. То есть это первый признак, что там чего-то добавлено. Вы плавите ващину, получаете кружок воска, попробуйте его разбить. Второй момент. По излому. То есть когда раскололся слиток, на воске есть характерные такие структурные крупицы. Чем мельче эта зернистость, тем больше шансов, что там добавлена какая-то синтетика. Понимаете? Другие. Не воск натуральный, а распределись от чего-то. То есть переправляя сок, вот если в нем будет пополам-напополам, то есть сушь весит 270-280 грамм, врачейна весит 75 грамм. Вы там получите сразу 15%, грубо говоря, в этом объеме просто примесь. Понимаете? Она уже легко определима. Даже визуально легко определима. Дальше. Когда воск остывает. То есть если, вы видели, бывают такие глубокие усадочные раковины. Когда воск чистый, кружок небольшой, он практически плоский. Когда наливают в ведро, и если там есть какие-то примеси, в воск садится такая яма в центре, может быть, до третьей высоты самого слива. Вот это уже надо понимать, чтобы работать вместе. И давать пчелам дальше в работу непонятно что, то, что останется в меде у вас, они с этим воском работают. Из этих веществ попадают вещества в мед. Мед является достаточно активным веществом с кислой средой. Он реагирует, получается, что анализ делается в Европе на все. Понимаете? Они проверяют и франовые группы, и тяжелые металлы, и примеси, и антибиотики. То есть одну молекулу вещества находят в меде. Поэтому это все может влиять на качество. Если вы потрете, то есть ощущение, чем жирнее остаток, тем больше шансов, что там примеси. Рисунок. То есть по сливку сверху могут быть такие тонкие короткористрические поверхности. Надо посмотреть просто на него так сверху. Реально этот рисунок существует. Но это если уже глаз на риномет, то это видно. . . . Продолжение следует...